ДОМИРА САРТАЕВА ДОМИРА САРТАЕВА Видим летом хорошо, а зиму меньше виден из-за того, что есть облачность. И оказывается повреждающие действия на глаз и зимой летом одинаково. Но просто летом может быть нам просто некомфортно. Да, из-за того, что есть ещё большой поток видимого светового потока. И поэтому некомфортно, да, хочется чем-то прикрыть глаза. Так чем же прикрыть? Так, чтобы было не только комфортно, но ещё и желательно безопасно, потому что красота красотой, а сохранить здоровые глаза – это важно для каждого. Да, ультрафиолетовые лучи оказывают на глаз только повреждающее воздействие. Если на организм человека есть положительное действие в выработке витамина группы D, то на глаз только повреждающее действие. Это могут как и поверхностные конъюнктивиты, кератиты, фотоконъюнктивиты, фотокератиты, так и более глубокие могут вызывать катаракту корковую, и проникая дальше глубже могут вызывать изменения в сетчатке. Это возрастная дегенеративная маклодистрофия. И поэтому защита, она очень актуальна, независимо от возраста, независимо от работы, независимо от того, сколько времени проводишь на солнце. И солнцезащита, она проводится, ну, во-первых, это, конечно, шляпы, кепки с козырьками, с широкими полями, и солнцезащитные очки. Что касается формы, очень многие отдают все-таки предпочтение больше баллов в сторону моды, нежели в сторону, опять-таки, практичной защиты, которая, в общем-то, и несет в себе форма. Вот какая должна быть форма для того, чтобы эти очки солнцезащитные, назвать правильными, действительно правильными солнцезащитными очками? Да, солнцезащитные очки, это сейчас такой неотъемлемый атрибут лета. Форма, цвет, конечно, это важно. Важно, чтобы очки были большими, чтобы была площадь, которая защищает от ультрафиолета. Необходима защита не только впереди, но и сбоку, то есть должен быть широкий заушник. То есть просвета быть не должно? Да, чем меньше просвет, тем больше защиты от ультрафиолета. И, конечно, качественная линза солнцезащитная, там должен быть хороший ультрафиолетовый блок. Это должна быть не просто окрашенная линза, а именно линза с блоком. А что касается цвета линзы, вот многие опять-таки, следуя моде, покупают розовые линзы, зеленые, желтые, ну всевозможные окрасы, редко когда черный, это классика. Да, да. Ну рекомендуется больше серый-коричневый цвет, допустим, желто-коричневый цвет, но розовые, красные, синие очки, они вредны для глаз, они не участвуют в солнцезащите и могут даже влиять как-то на психику человека. То есть ты у людей проходишь в розовых очках, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Понятно. А что делать тем людям, которые, в общем-то, рады бы защитить себя от солнца, но при этом постоянно носят оптические линзы? Сейчас в большом количестве выпускаются разные линзы с оптикой и одновременно солнцезащитой. Это так называемые фотохромные стёкла, которые затемняются на солнце. То есть это в народе хамелеоны, да? Да, хамелеоны, которые затемняются на солнце, в помещении они растемняются, там есть хороший ультрафиолетовый блок. А можно как-то визуально определить хорошие очки от не очень хороших? Ну вот так вот, не прибегая к специалистам. Ну, во-первых, должно быть комфортно, надо выйти на солнце, должно быть комфортно в этих очках, то есть не должно быть искажений никаких. Можно посмотреть даже на тетрадку в клетку, и не должно быть искажений этих клеточек, это в первую очередь. Ну и второе, в солнцезащитных очках загорает кожа на лице, а вокруг глаз она не должна загореть. Ну это слишком долгая проверка солнцезащитных очков, и, наверное... В общем-то, несёт себе свои минусы, можно испортить себе глаза, пока будем проверять. Вы можете выбирать оправу, правильно? Хорошо. Ну, понятно, вот я хотела спросить вас о том, почему всё-таки лучше делать упор на покупку солнцезащитных очков в магазине, нежели где-то там в ларьке, на улице, неважно, на базаре, ну, в общем-то, таких стихий на торговле, скажем вот так. Не потому, что в магазинах они имеют все лицензии проверенные, а просто вот вопрос в отношении того, что качество самих линз, если это будет обман со стороны производителя, то вот какой вред здоровью может нанести вот такие вот некачественные очки? Я поняла у вас вопрос. Значит, солнцезащитные очки, которые поддаются в салонах, в оптических салонах, они проходят проверку на специальном приборе, на котором проверяют, насколько там идёт защита от ультрафиолета. До 400 нанометров должна быть защита. Очки, которые продают на рынке, на улице, скорее всего, это окрашенные линзы, то есть линзы, на которые нанесли какой-то цвет, цветовой пигмент. В этих очках уменьшается световой поток, то есть человек видится в более тёмно-приглушенном свете. За счёт этого подавляется защитный механизм, защитный рефлекс, человек перестаёт жмуть глаза, зрачок расширяется, так как немножко освещение поменьше, и поток ультрафиолета в глаз увеличивается. Здесь увеличивается повреждающее действие ультрафиолета на глаз. Уж лучше тогда вообще без очков идти на улице, чтобы сожмуть глаза, и зрачок был узкий, чем одевать просто окрашенные линзы без ультрафиолетового блока. Причём смотреть в таких очках широко распахнутыми глазами, и вот ультрафиолет, пожалуйста, вот вам широкие глаза, чтобы портить. Хорошо. А, Дамира, а есть вообще, ну вот, в кавычках сказать, срок годности на каждые солнцезащитные очки? Вообще, от чего это зависит? И есть ли такое понятие? Срок годности существует для фотохромных стёкл, потому что фотохромные стёкла растемняются и расцветляются в счёт пигмента, фотохромного пигмента, который постепенно испаряется с поверхности стекла. И срок годности у них около 2-3 лет. Люди замечают, что когда они долго носят их, они говорят, меньше растемняются, постоянно тёмные, не расцветляются, появляются такие жалобы. Поэтому, да, вовремя менять всё-таки стекло солнцезащитное тоже. Ну и, конечно, такой вопрос, поскольку мы очень часто солнцезащитные очки держим в руках, каждый раз, когда снимаем и одеваем, а руки у нас участвуют во всех процессах жизнедеятельности, в принципе, в течение дня, должны быть какие-то санитарно-гигиенические нормы, требования вот к очкам. И, может быть, чего нельзя использовать в плане обработки линз? Очки обычно. Моют обычно тёплой водой, мыльным раствором. То есть независимо от цены очков, да? Да, независимо, да. Там не нужны специальные моющие средства, чтобы не испортить саму оправу и стекло, не стереть покрытие. И специальные салфетки микрофибровые, чтобы не стереть покрытие. Сейчас выпускаются стёкла с довольно сложными покрытиями. Это могут быть не только фотохромные, это антибликовые покрытия, водоотталкивающие, грязеотталкивающие, антиэстатические. Их нельзя стереть. Не должны стираться они обычным полотенцем или тряпочкой. Существуют специальные салфетки. Ну что ж, большое спасибо. Вот исчерпывающие ответы на все вопросы мы получили вновь. Огромное вам спасибо. Я думаю, что каждый после нашей беседы задумается о том, что вроде бы как наше жуткое солнце. В общем-то, нужно глаза поберечь от него. Спасибо вам большое. Удачного вам дня. Спасибо большое.